Всем привет, с вами Марина, и добро пожаловать в новое видео по строительству в рамках испытания сам да и сам рум. Но опять не сам рум, а сам квартир же. Hello, I'm from... что-то там Лондон из-за капитала Фагрита Борита. Сегодня мы строим квартиру, которая... о, шок, не абраганская. Да, мы-то говорили, что мы в основном будем строить что-то вот такое вот, но нет. Всё-таки у нас бывают с августой просветления, иногда мы можем строить что-то нормальное. Ну, для августа, я думаю, нормально, это не новость, потому что августа это... Дай мне больше цветков, пожалуйста, больше, больше цветочков, больше милоты. А вот я в последнее время что-то, да, цветочки, милота, что-то не для меня. Но, знаете что, что-то меня покорёбило и сломало, потому что в этой квартире настолько много цветов. Для меня, по крайней мере, потому что я то в жизни не люблю цветы, потому что, блин, я понимаю, что они там дают кислород и прочую штуку. Господи, это такие были сборники, за которыми ещё нужно ухаживать, потому что они могут сдохнуть. А у меня все цветы дохнут, даже кактусы. Завяли у меня как-то кактусы. Хотя при маме они цвели. А у меня что-то как-то не удалось им подцвести. Ну, цвели они красиво, да, но завяли, увы и ах. Ну, да ладно, знаете, я чмо, мне не жалко. Ну, блин, ладно, мне жалко. Ну, короче, сейчас мы говорим не о моих кактусах завязчих, а о этой квартире. Для кого эта квартира? Эта квартира предназначена по моей истории. По истории августа это будет немножко другое представление квартиры, немного другие персонажи в ней будут жить, потому что мы строим вещи, вещи мы строим, мы не строим вещи, мы строим квартиры и комнаты, ну, уже в большинстве случаев квартиры, для своих проектов. И поэтому, естественно, мы вкладываем разные истории в эти квартиры, потому что у нас нет одинаковых персонажей в проектах. У меня эта квартира для семьи. Раньше в этой семье был отец, мать, сын, дочь. Теперь в этой семье только мать и дочь. Отец умер, потому что эта квартира, это, знаете, как бы продолжение истории персонажа из предыдущих видео. Если вы хотите понимать, о ком идет речь, вообще это мать и сестра парня, о котором я рассказывала в создании персонажа загрязнений. Я постараюсь с ними проложать и где-то здесь вам оставить подсказку на то видео. Здесь сейчас живет мать и дочь. Для них есть отдельные комнаты, но строить их буду нельзя, строить их будет августа. И, знаете что, по моему представлению, это была достаточно бедная семья. То есть, конечно, тут все не выглядит вычурно, прям мега классно, но, блин, в моем представлении, это должно было выглядеть намного беднее, но не абрагански, понимаете? Бедно и уютно. В общем, как-то так. Но, блин, что-то мне так в голову стрельнуло, и у меня, короче, не вышло. Это выглядит слишком уютно для того, как это должно было быть. Это выглядит как-то слишком, поэтому немного пришлось передумать в голове эту историю. Отца этого семейства уже нет в живых, его убили, потому что он козел и дурак, и вообще. Про отца мы говорить даже не будем, потому что говорить там не о чем. Сейчас глава семейства, это сын, зовут его Этан, и о нем я как раз таки говорила в предыдущих видео. Парень работает на не совсем легальной работе, об этом я тоже упоминала, ну, просто для тех, кто не смотрел, чтобы вообще было понятно, что вообще, как, почему, какого черта. Неважно, что ему нужно отдавать долги, я решила, что для него благополучие его семьи, его сестры, которую он, которую он души просто не чает, и ради которой он все вообще делает. Да, не матери, сестры, потому что мать как бы пригрела змею на груди, и в какой-то степени она виновата вообще в том, что произошло, потому что она вовремя этого придурка не выгнала из дома. Поэтому я думаю, что делает он это все только ради сестры, потому что сестра это для него вообще все в его жизни, И поэтому, да, благородить квартиру, в которой живет твоя сестра, это вполне нормально, поэтому я думаю, что эта квартира когда-то выглядела несколько абрегански, но не совсем короче, бедно, но уютно, что-то там такое, но в итоге он просто потратил силы, потратил деньги на то, чтобы дать ему деньги. Что? Мои предложения это что-то такое странненькое, но блин, я даже когда пытаюсь адекватно говорить, у меня просто мысли такие, эй, привет, о чем говорим, может что-то другое скажем, а то что-то как-то задолбало говорить об этом, го, перекинемся на другую тему, и все, и я сломалась просто. Ну, я сломала еще настройки этой квартиры, потому что, как я и сказала, это должно было все выглядеть не так, но короче, знаете что, меня, честно говоря, все устраивает, и да, если не ошибаюсь, в этой квартире нет допов, если я убрала эти красные полки, а я, по-моему, их убрала, прикиньте, я еще даже без допов умею строить, ну, пытаюсь, хотя я пыталась научиться строить допами, но так как я строю это с августой, а не сама, то я обратно учусь строить без допов, короче, у меня все туда-сюда кидается, с альфа на макси, с допов на без допов, субреганство на милоту, ну, в общем, квартира вышла уютной, по крайней мере для меня, мне она нравится, я, короче, пыталась в ней сделать что-то странное с телевизором, мне нравится, когда телевизор висит на стене, но я так все дурацки поставила, что повесить его на стене было просто некуда, а занимать место перед диваном, это что-то, ну, как-то дико, потому что места в квартире очень мало, я решила оставить для спален побольше места, потому что, а почему, собственно, вообще я это решила сделать, это, конечно, такой вопрос, ну, как бы, потому что, все, это весь мой ответ, который я могу вам дать, я не знаю, зачем я решила оставить для спален побольше места, я взяла себе ванну с туалетом, в которой я напихала тех самых цветочков, которые я терпеть не могу, ну, вот что-то меня стукнуло их напихать, знаете, решила, что, ну, да, мотоцикл, пожалуйста, давайте, громче, больше, больше, как раз, когда я записывала озвучку, как раз именно в тот гребаный день, спасибо, я спокойно, я держу себя в своих руках, не держу, ну, я держу сил, вот, короче, говорила о цветочках, о мелоте, эти, блин, дебилы, все сбили, забыла, о чем говорила, и да ладно, а, я когда, в общем, строю с Августой, она на меня как-то очень странно действует, потому что она у меня ассоциируется с цветочками, извини, Август, вот, и поэтому мне как-то самой хочется, если это не какая-то обрыгаловка, поставить как можно больше цветочков, всякой милашности, милоты и тому подобного, вот, поэтому я это делаю. Я решила выделить для гардероба отдельную, отдельную нишу, потому что это не комната, короче, знаете, если вам нужно из большого пространства сделать маленькое пространство, забитое стенами, всякой херней, можете обращаться ко мне, я могу, нет, блин, сделать открытую большую комнату, просторную, не знаю, за зеркалами расширить пространство, господи, Марина, ты же, блять, училась на дизайнера, какого черта, меня бы сейчас мои преподаватели, наверное, прибили, меня и во время моих университетских годов, мои преподаватели просто смотрели с фейспамами, что за херню ты творишь, вообще, какого черта, ну, не важно, ну, что хочу, то я творю, мои дизайны, не вам туда жить, ну, вы понимаете, да, они меня не понимали, я себя не понимаю, теперь мне при строительстве всякой штуки стыдно вообще говорить, что я училась на этого гребаного дизайнера, потому что ничему я не научилась, поэтому, да. Я, в общем, решила заставить всякими безделушками, мелочушками, но мне, как всегда, это стало делать лень, поэтому я до конца ничего не заставила, я очень завидую людям, у которых хватает сил и терпения, которые могут все это заставить, вообще, что с вами не так, почему вы это делаете, почему я этого делать не могу, говорю о мелоте и поставила биту. Ну, знаете, сын же иногда домой приезжает. Кстати, по поводу сына, я решила, что комнаты разделены таким образом, что раньше это была комната брата и сестры, общая, и была отдельная комната матери и отца. Как это построит Август, я не знаю, но, по-моему, ну, что-то там примерно так и будет, в принципе. У меня по истории парень, когда приезжает домой, он просто спит на диване. Да, знаете, обустраиваешь квартиру, приезжаешь, у тебя даже комнаты и уголочка здесь нету, но, в принципе, я думаю, здесь он жить как бы и не собирается, он просто приезжает сюда на каникулы, а то и вовсе не приезжает, потому что, ну, нет у него времени, занятой человек. В общем, все, все, все само себе не продаст. Кстати, говоря о зеркалах, я все-таки постаралась немного расширить пространство этой кануры со шкафом. Вообще, зачем я ее сделала, непонятно, но не знаю. Мне нравится, когда есть отдельный шкаф, по крайней мере, у меня дома всегда стоял отдельный шкаф, в котором хранятся куртки, зимняя обувь, потому что, блин, хранить это в общем шкафу, и потом туда-сюда дергать, все это перевешивать, перекладывать, когда приходит лето. Это такая дичь, зачем вообще тратить на это время, кто вообще это делает? Я знаю, что многие это делают, но меня это, короче, вымораживает, поэтому у меня в коридоре стоит отдельный шкаф, в котором просто висят зимние куртки. Да, кажется так. Давно я не была дома. Дома я имею в виду дома у родителей. И для меня это как бы нормально, когда ты не перекладываешь туда-сюда все эти вещи по миллиону раз, просто оно все хранится в одном месте. Я решила сделать здесь так же, в этой кануре, которая вот там вот отдельная комнатка, кладовочка. Что это такое? Ниша, вспомнила. Вот, в этой нише стоит шкаф, скорее всего, с зимними куртками, и стоит... Что это вообще? Комодик? А давайте мы сделаем вид, что это полка для обуви. Зимние, не зимние, неважно. Короче, зимой там хранится летняя обувь, летом-то хранится зимняя обувь. Также в коридоре около входа я поставила комод. Зачем-то все это закрыла стеной, чтобы пространства было еще меньше. Пожалуйста, можно мне комнатки поменьше? Компактную жизнь же дали, давайте пользоваться. Правда, нихарина оттуда не помещается, я все уменьшала, блин, надеюсь, это все работает. Там я поставила комод, поставила какие-то полочки, зеркальце, пыталась притулить туда диван, но в итоге поставила креселка. А, собственно, зачем там кресло так подумать-то? Ну, я не люблю обуваться стоя, а вы че как? Мне нормально, когда там есть стульчик, либо полочка, потому что у меня дома это была полка для обуви, на которой можно было сидеть, если сверху, конечно, обуви не наставить. Поэтому, вот, да. Мне нравится, короче, когда есть место, где ты можешь сесть, адекватно обуться, не спеша, спокойненько, размеренно. Я, короче, перед выходом из дома лучше забуду поесть, но спокойно оденусь, обуюсь, потому что я это делаю быстро. Ну, короче, кому вообще это важно? О чем я вообще рассказываю? Что за бред я несу? Я также постаралась кое-как в том пространстве, которое я сама для себя, блин, оставила, знаете. Если первая стройта в густе, я хотя бы не есть кого винить в том, что у меня так мало места, но здесь мне винить, блин, некого, потому что я сама сделала для себя так мало места, и сама все это сделала. Зачем? Зачем? Почему? Где моя логика? В чем вообще мои логические цепочки? Зачем? Не знаю, но дело, что сделала, так что теперь буду больше спаться этим. Я, короче, это пространство разделила на кухню, столовую и гостиную. Места там мало, снимать там будет неудобно, жить там будет неудобно. Ну и что, в принципе, и что дальше, как бы? И ничего. Ну, сделала и сделала, что теперь? Я молодец, да. Села всякую херню и довольна собой. Впрочем, ничего нового, ничего необычного. Я, в общем, еще пыталась придать этой квартире немного более старого вида, тем, что пыталась ввести какие-то обои более бабушкинские. Ну, короче, нифига не вышло. Выглядит, как выглядит. Пришлось все-таки, как я и сказала, немного переписать историю, которую я не рассказала, потому что, блин, какая история? Сиди, рассказывай всю какую-то чушь. Для чего еще, собственно, видео по строительству нужны? Чтоб чушь нести. Вот я и не несу. Несу, не несу. Что-что-что я вообще делаю? В общем, я умудрилась это пространство кухонное разделить. Еще больше, блин, куда? Не знаю, пройдут ли там вообще симы. Должны. Не пройдут? Уберу стул, подвину стол. Пройдут. Я заставлю их проходить. Менять там, собственно, очень много. Я буду вряд ли что-то, но... Не важно. Я, короче, там еще втулила диван. И на стену, как раз таки, как я вам и говорила, я повесила телевизор. Господи, я сделала какую-то лютую дичь и какую-то херню, потому что телевизор висит на какой-то штуке, которая вроде как бы вывеска. Даже говорить стыдно, короче. Я не знаю, что было в моей голове, когда я это встроила. Но тогда я была выспавшаяся, вот что я вам скажу. И сейчас я выспавшаяся, потому что от сна по 4 часа я перешла к сну по 10, 12. Часов, собственно. Почему бы и нет? Организм такой, хей, что не спала, да? Го, поспим. Ну, что, сплю. В общем, я пыталась поставить телевизор через диагональную стену, но что-то он не цеплялся туда, куда мне надо было. Меня это выбесило. Я его прицепила как можно ближе. И добавила какую-то непонятную штуку, торчащую из стены. Якобы телевизор прикреплен к ней. Но это выглядит странно. И не сказала бы даже, что это выглядит лучше, чем телевизор. Немножечко висящий в воздухе, потому что это не так, собственно, сильно и заметно. Но нет же, надо мне что-то там присобачить. Короче, присобачиваю. Вот. Что вам еще сказать? Должна была рассказать, кто тут живет. Че, как, вообще, почему? Ничего не сказала, как обычно. Ну, в общем, поныла, поныла. Че вам еще надо-то, а? Правильно? Правильно. Вот. Еще я милоту добавила ковром, потому что... Ковры я, по-моему, ложу даже в любые абриданские квартиры, потому что ковры это все, а ковры это... Да. Добавила еще пару тумбочек с диванчиками. Че? Каким диванчиком? Пару тумбочек с цветульками. Слишком много цветов в этой квартире, я бы тут жить не смогла. Да, вернее, я бы смогла, цветы бы не смогли, но... Неважно. И добавила большую картину на стену. А как эта картина вообще, собственно, называется? Ну, я знаю, что если три картины, это триптих, а тут пять картин, и мой язык сломается, если я попытаюсь вообще... Мой мозг сломается, если я попытаюсь вообще вспомнить название этого. Вот. Но неважно. Короче, добавила. Сделала. Мне, в принципе, сказать вам даже честно нравится. Но, блин, мне кажется, здесь реально будет очень неудобно играть с поднятыми стенами. Вот. Если, а сейчас, и мы там куда-то пройдут. Ну, должны, но не пройдут, подвините. Че? Сложно, что ли? Нет. Я думаю, что я на этом буду с вами прощаться. Большое спасибо, что вы вообще послушали всю эту мою дичь. Вторую часть этой квартиры вы, естественно, можете найти на канале Августа. Ссылку на ее видео, ссылку на ее канал я оставлю вам в описании. И Августа более... Как это слово-то? Сложно быть тупой, скажу я вам. Слово я вспомнить так и не вспомню. А, вспомнила. Августа, в общем, более ответственный человек, чем я. И если я вам скажу, что ссылка на скачивание этой квартиры будет под ее видео, то, скорее всего, она будет там сразу, а не спустя неделю, как у меня. Поэтому, да, ссылочка на скачивание этой квартиры, если она вам нужна, будет под видео о Августа, так как у нее вторая часть. Обязательно не забывайте проходить к ней и смотреть, что в итоге вышло из этой квартиры. Слушать историю ее персонажей, которые здесь живут, потому что историю моих персонажей вы, блин, так и не услышали. Но ничего нового. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok